Вот как я уже говорила, села здесь редиску и салат, и сразу решила, не отходя от камеры, ответить на несколько вопросов моих зрителей. Я уже ответила, какой срок должен быть рассады, сказала, что не обязательно на 60 дней. Елене Кудрявцевой ответила, какие сорта можно сеять в конце марта. Ну, практически все еще можно сеять. И вот Людмила Шкергина спросила, с капустой, с короспелкой что делать? Если мороз будет, куда поставить, это вот она к видео, когда я говорила, идет похолодание, там минус 15. Раз вы говорите, куда поставить, значит, скорее всего, она у вас посеяна в лотке. Если она у вас посеяна в лотке, ничего страшного нет. На период похолодания ее можно временно на ночь занести домой, а днем опять выставить. Если она у вас стояла в теплице, некоторые просто накрывают полиэтиленом, потом накрывают нетканым полотном. Два слоя капуста выдерживает. Капуста очень морозостойкая. Она вот на улице у меня сколько раз было. Рассаду я ее высаживаю, распекировываю. Потом снег, минус 3 градуса, уже зашедшие сеемцы выдерживают вполне. Они, листики становятся прозрачными. Они такие, как сказать, колом встают. Потом солнце, когда приходит потепление, солнце их отогревает. Они, как лягушки. Лягушки тоже замерзают, потом оттаивают. И они тоже оттаивают эти листики. И восстанавливается капуста полностью. В особо жесточайшие вот такие заморозки бывает, что эти листики опадут. И стоит одна вот эта вот, ну как стволик, вот эта будылышка. Но из этого стволика, из самого-самого центра, потом, главное не выбрасывайте, потом выползает очередной лист. И она снова продолжает расти. Капуста показывает вот чудеса выносливости, чудеса морозостойкости. Я еще не посеяла, просто потому что мне нужно ехать за семенами. Вот хочу съездить на днях за семенами. Буду сеять скороспелку, буду сеять в брокколи. Обычно март это тот месяц, когда уже нужно сеять те сорта, которые хотим получить пораньше. Единственное, так рано не сею цветную капусту. И так рано не сею капусту, которую потом вот, ну для этого, для хранения ее не обязательно срочно. Сейчас главное надо посеять скороспелку, пекинку и брокколи. Брокколи почему нужно поторопиться посеять? Потому что она любит холод, а не любит жару. И так же пекинка. И если чуть-чуть ее опоздать с посевом, то она потом, при высадке, когда наступает жара, она начинает цвести. У них такие желтые красивые цветы. Становятся непригодны для еды. И все наши старания уходят просто так. У меня сколько раз брокколи зацветало. Не успеваешь вот эти зеленые головочки съесть. И она зацветает. Так что я вот Людмиле посоветую, если она у вас все-таки в лотке, и если вы боитесь оставить ее в теплице, может быть нечем утеплить или что, вы просто на ночь ее занесите домой, этот лоток. Но потом нужно обязательно выносить, потому что она в тепле очень быстро вытягивается. Можете потерять вообще рассаду. Она легче переносит в холод, чем тепло. Хочу на днях вот о капусте рассказать подробно. Я сейчас как раз начну сеять разные виды капусты и буду рассказывать. Это совсем другая культура. Если я говорила про томаты, про перцы, баклажаны, огурцы, я говорила, что они любят тепло, им нужна температура для прорастания такая-то, то капуста, она, ну как можно сказать, их антагонист что ли, ну вот такое вот противоречивое, она наоборот любит сходить на холоде, чтобы рассада была на холоде, тогда она делается крепкая, такая коренастая. Ей лучше будет пусть легкий минус, там 0, минус 1, чем плюс 20-25 и душные условия в наших, ну в жилищах. Обязательно выкинется, обязательно упадет. Некоторые люди даже, когда ее сеют, помещают вообще на полку холодильника, чтобы она взошла в холодильнике в холодных условиях и только потом выставляют на солнце. Обязательно солнце, обязательно прохлада. Ну все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok